От Белой Олимпиады до Олимпиады хоровой прошло чуть больше двух лет. Все тот же Большой Ледовый дворец, тот же Накал Страстей. В конкурсе принимают участие 283 коллектива, 25 из которых Краснодарского края. Впервые в России, впервые в Сочи международный праздник песни. Поет здесь повсюду абсолютно разнообразный репертуар. Вот хор самой обыкновенной средней школы из Южной Африки. У нас много хороших африканских композиторов. Мы исполняем их песни и здесь хотим показать свой национальный колорит. В Сочи приехали музыканты, вокалисты из 36 стран мира. Всем интересно посмотреть Приморский город, Красную Поляну, Олимпийский парк. И, конечно, запечатлеть себя на фоне спортивных объектов. Замечательное место Сочи, сильно отличается от моего дома. Я здесь никогда не была. Город Олимпийской славы Сочи теперь и столица хорового искусства. Открытие девятых игр прошло под девизом «Одна песня – одна земля». Дал официальный старт всемирным хоровым играм глава города Анатолий Пахомов. По знаменовании начала большого музыкального конкурса прозвучало пять ударов колокола, который символизирует пять континентов Земли. У нас снова появилась возможность продемонстрировать миру наше радушие и гостеприимство, внести свою лепту в укрепление межнациональной дружбы. Все участники приехали на прекрасный берег Черного моря, чтобы петь вместе с нами и стать участниками яркого, мирного праздника хоровой музыки. Гюнтер Теч живет в самом поющем городе Германии – Пульхайме. 16 лет назад он основал всемирные хоровые игры, чтобы объединить страны и народы любовью к песне. 11 дней делегаты игр в Сочи будут дарить слушателям яркие эмоции, выражать свои чувства через музыку. Открасочное шоу отразило традиции нашей страны – это и пение шамана, и кубанские обряды, масленица, адыгейская свадьба. 2,5 тысячи артистов приняли участие в открытии Олимпиады хоровой музыки на сцене Большой сводный хор России. Впереди у конкурсантов хоровые испытания, а сочинцы на открытых площадках города – это Уцума и на Южном Малу могут поддержать участников всемирных хоровых игр и самим стать участниками зрелищного парада наций, который пройдет по Куркному проспекту 12 июня в 18 часов. Гелена Всец, с нами Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТМ». Девятые всемирные хоровые игры открыты!